Мне разрешат естественные роды. Купок, я его не чувствую. Первый раз за всю мою беременность мне дали направление. Я попросила врача, врача-узиста, посмотреть шейку матки, длину шейки матки. Когда уже будешь умирать, тогда и приходи. Девчонки, девчат, подружки, всем привет! Всем пламенная ула из Испании. И сегодня я вам хочу рассказать о моих недельках, о 29 и 30 неделе беременности. Почему я их включу вместе? Потому что 29 неделя была такая достаточно активная, точнее важная. А 30 такая в своем, в плавном режиме. Поэтому я их решила объединить и рассказать вам, в общем, как прошли эти мои недельки. На 29 неделе я наконец-то попала в бесплатную социальную поликлинику, в которую не могу попасть уже в течение трех месяцев. И вот, наконец-то, аллилуйя, я в нее попала. Причем я до сих пор не была у гинеколога, я до сих пор не знаю своего гинеколога. Я до сих пор не наблюдалась у гинеколога в бесплатной клинике. А почему? Потому что Матрона, я, кстати, до сих пор вам не рассказала, кто это такая Матрона. Я, потому что до сих пор не могу понять, какую функцию они несут. То есть вот этот посредник, вот эта Матрона, которая находится между пациентом и гинекологом, она распределяет талоны, она тебя, она даже не осматривает тебя, она тебя принимает и просто все вписывает в карточку. Там вес, рост, анализы, которые ты сдавал, она все туда вписывает и все, больше она ничем не занимается. Ну вот, и еще раз повторю, что она обзванивает и предлагает время, предлагает визиты на то или иное число, на тот или иной день с гинекологом, либо с ней же. В итоге, у нас по пятницам в бесплатной клинике есть курсы онлайн, именно вот с этими Матронами, акушерками, и в принципе там ничего интересного. Там нет определенной темы, потому что вот в частной клинике есть такие же курсы онлайн, там каждую неделю определенная тема, например, грудное вскармливание. И вот целый час нам рассказывают о грудном вскармливании, задаются вопросы в режиме онлайн. И очень это интересно, очень такой, очень такая нужная, нужный курс, нужная информация. В бесплатной же клинике я была там, ну я в принципе каждую неделю посещаю, но одну неделю я была там вообще одна. Со мной хорошо, со мной познакомились, потому что я как раз решала переходить в бесплатную поликлинику. На вторую неделю присоединилась еще одна девчонка, и мы были вдвоем, и там были просто вопросы, и я задавала все вопросы, которые мне интересны, там насчет писария, бандаж, геморрой, в общем, все-все-все. Все, что мне было интересно, я задавала, и благо, что я была одна, потому что у меня была куча вопросов. В следующий раз, по-моему, не было курсов, да, их отменили в связи с праздниками, либо с чем. И затем в следующий раз у нее не работала видеокамера, еще что-то, в общем, мы попереписывались. То есть я поняла, что я опять одна, мы попереписывались, она говорит, ну, скоро ко мне придешь и поговорим. То есть курсов опять как таковых не было. Ну, в общем, ни к чему они, только время занимаешь, сидишь там как дурачок и придумываешь вопросы. То есть, ну, как бы не спланировано, не соструктурировано, вот. Итак, в итоге, это Матрона, которая проводит так называемые курсы. Я ей сказала, что я хочу переходить в бесплатную клинику. И она мне сказала, что она найдет мне эталон к гинекологу и мне перезвонит. Хорошо, она мне перезванивает, говорит, что такого-то числа у тебя направление, и все, ты должна там быть. Но в нашей поликлинике, которая около дома находится, у нас нет гинекологического отделения. Оно находится в другом месте. И, естественно, в указанный день, в указанное время я приехала в эту гинекологический центр, скажем так. Просидела там час, час от назначенного, после назначенного времени. То есть у меня там талон был, по-моему, на 10.30. Я просидела до 11.30, меня не вызывают. Всех вызывают, кто после меня приходит, а меня так и не вызывают. В итоге я спрашиваю врача, я говорю, вообще есть в списках или как, или задержка какая-то идет. Она говорит, а вас нет в списках. Она говорит, сходите вниз на ресепшн и узнайте вообще, в какой день, во сколько и где у вас была встреча с врачом. Я пошла вниз на ресепшн и мне говорят, так у вас не с гинекологом, а у вас с Матроной был визит. Я говорю, как с Матроной, если я с Матроной виделась три дня назад. Это был понедельник, мы с ней виделись на курсах в пятницу. Я говорю, зачем она опять со мной себя назначила. В итоге полетели мы в эту поликлинику, в нашу уже, которая около дома, они не рядом находятся. Приезжаю туда, она говорит, ой, Наталья, я тебя уже заждалась, где ты вроде что-то. Я говорю, так я думала, вы мне дали к гинекологу направление. В итоге она какая-то сама себе на уме, зачем она мне несколько раз с собой поставила, я так и не поняла. Причем я опять к ней вот пришла вместо гинеколога, она мне спросила, ну что, как у тебя дела? Ни давления, ничто не померила, просто отметила, что я у нее была и все. Я говорю, так вы мне дайте к гинекологу. Она говорит, ой, к гинекологу так сложно попасть, но я тебе что-нибудь придумаю. В общем, как будут талоны, так я тебя и направлю. Я думаю, что она сама запуталась и, ну, естественно, не признала это. То есть она была сама в шоке, что она меня недавно видела, и тут опять мы с ней встречаемся. В итоге звонит она мне через пару дней, говорит, гинекологу пока талонов нет, но тебе нужно делать УЗИ. Это, по-моему, даже был третий скрининг. Я уже запуталась, потому что мне УЗИ делают здесь даже по два раза на неделю. Я уже запуталась, был ли это третий скрининг, либо второй. Я думаю, что это был все-таки скрининг третьего триместра, но, опять же, ее ошибка. Она мне выдает направление. Это еще в другой госпиталь, то есть это уже не в мой около дома, не в тот, в котором я ехала к гинекологу. Это отдельный госпиталь, где вот как раз находится роддом. То есть это огромный, крупный, мощный госпиталь. Где как раз проводят вот эти УЗИ, скрининги. Она мне дает направление, но записывает это как обычная беременность, не многоплодная. И обозначает это как скрининг первого триместра. Благо, что из той клиники через несколько дней мне звонят, дабы поменять время на более раннее. И говорят, ну, Наталья, я говорю, да. Они говорят, вот у вас скрининг первого триместра в такой-то день, во столько-то по времени. Я говорю, ну, как бы не первого у меня, а я говорю, уже на третьем нахожусь. Ну, я говорю, не знаю, может, просто врач так оформил. Она такая, ой, нет, нет, это другой врач смотрит, сейчас мы все исправим. В общем, женщина это все изменила. И говорит, вы не переживайте, мы все оформим. В общем, она меняет день. Да, она меняет день. Ой, день. Она меняет направление. Причем я еще оговорочку сделала, я говорю, ну, и у меня как бы, я не знаю, отмечено нет, но у меня еще и двойня. Она говорит, ой, ничего себе, у нас тоже это ничего не отмечено. Ну, хорошо, вы не переживайте, мы все исправим. Но вот эта Матрона написала, что у меня обычная беременность и скрининг первого триместра. Хотя у меня уже далеко за третий пошло. Вот. В итоге, в назначенный день я прихожу в государственную клинику. Попей. И попадаю на этот первый скрининг. Я была очень глубоко удивлена, мне очень понравилось. Конечно, народу в государственной клинике намного больше. То есть, прям вот скопление в плане в этом. Но намного все четче и намного все структурированней. Мне очень понравилось, потому что это был мой первый визит вот в этот госпиталь, где я буду, где я планировала рожать. И, в принципе, мне все понравилось. Девчат, у меня сегодня первое УЗИ в госпитале публичном, то есть, по страховке, по социальной страховке. И, на самом деле, я очень удивлена. Все так классно, все быстро. Ровно в 11 у меня был талон. Меня ровно в 11 взяли. Очень приветливые врачи. И все пока очень классно. Я вообще очень рада, что сюда попала. Все очень четко. Приветливые, приятные. Женщина мне говорит, да, конечно, двойная лучше сюда, потому что это один из сильнейших госпиталей по всему острову, где именно принимаются мультибеременности, то есть двойня, тройня. Поэтому я перешла из частной клиники именно сюда. И сегодня у меня самое первое УЗИ. Посмотрим, что скажут. И у меня сейчас 29 недель. Пошла 30-я. То есть, уже третий триместр. И уже на финишной прямой. Посмотрим, что сегодня девчонки у нас говорят, как выглядят. И потом я все расскажу. И да, кстати, интересный момент я вам хочу рассказать. Я, в общем, лежу такая на кушетке, сидит муж. Приходит врач-узист. И с порога мне такая говорит. Привет, Наталья. Как дела? Что ты здесь делаешь? В итоге этот врач-узист была та же врач, тот же УЗИ, с которым я делала УЗИ две недели назад в 27 недель, про которые я вам уже рассказывала. И оказывается, что эти все врачи, ну, это и можно было предположить, но это, видимо, так достаточно часто практикуемо. Те врачи, которые сидят в частных клиниках, они же работают и в государственных. В общем, у меня как раз попала та же, которая мне была на осмотре две недели назад. Она же мне и делала сегодняшнее УЗИ. По УЗИ, в принципе, что я могу сказать, что девчонки развиваются суперхорошо. Чуть-чуть фун, я даже сплюну. Как вы помните, на 27 недельке у них вес был у одной килограмм 150, у второй килограмм 50. В этот же раз разница, то есть их вес просто взлетел. И у одной вес составил 1,397, то есть 1,400 практически, и у второй 1,671 грамм, по-моему. То есть 1,400 и 1,700 по сравнению с прошлым разом, это разница у одной в 600 грамм, у второй разница в 350 грамм. Но получилась вот эта разница между ними, то есть одна превалирует вес другой. Но они находятся в своем возрастном периоде, даже чуть-чуть идут вперед обычных малышей. И, в принципе, все прекрасно. Девчата расположились уже головками вниз, потому что 2 недели назад одна была головкой вниз, вторая попкой вниз. Сейчас же обе лежат в головном предлежании. И врач мне сказала, что если одна, даже одна девчонка, которая первая на выход будет лежать головкой вниз, то мне разрешат естественные роды, то есть мне дадут даже право выбора. То есть меня, видимо, будут спрашивать, как я все-таки хочу, и уже будут подстраиваться под меня. Так что на данный момент они лежат головкой вниз. Я сама за естественные роды, я хочу естественные роды, хотя я и те, и те боюсь. Точнее, я и те, и те боюсь, одинаково, как и не боюсь. То есть у меня как-то это на ровном. Но, естественно, после Кесарева также слышала, что проблемы это долго отходить, нельзя вес таскать. А я, в принципе, хочу сразу войти в норму, сразу, не знаю, там, начинать какую-то зарядку, физическую активность. Плюс нужно же будет таскать на себе девчонок. Это уже не один ребенок, а двое. То есть двойная работа. Поэтому, конечно, бы хотелось естественные роды. Еще такой момент, который я хотела бы вам прокомментировать. Как всегда, в пользу сравнения Испании и России, точнее, ведения беременности Испании и России, это то, что я попросила врача, врача-узиста, посмотреть шейку матки, длину шейки матки. И на что она мне сказала. У тебя разве схватки? У тебя были схватки? Я говорю нет. Она говорит, зачем тогда смотреть, вот когда будут схватки, тогда и посмотрим. То есть у них нет такого понятия, как короткая шейка матки, так, тонус матки. То есть девчата, которые у меня уже родившие подруги, говорят, что у них не смотрели, вообще не наблюдали за всю беременность, длину шейки матки. В прошлый раз, когда эта же узистка мне делала скрининг, когда я приехала, попросила, она мне посмотрела. Я не знаю, сейчас она не посмотрела, потому что это в государственной клинике, либо потому что она помнит, что я две недели назад просила, она смотрела. И шейка у меня была 28 миллиметров, и для них это нормально. Не знаю, с чем это связано. Но в этот раз она мне отказала. Сказала, что нечего туда лезть. Вот когда будут проблемы, когда будут схватки, тогда и посмотрим. Ну, я думаю, что я не первая здесь и не последняя. Раз, в принципе, так беременность ведется, значит, так и надо. Да, думаю, значит, никаких рисков, никаких страхов не должно у меня быть. Причем я им комментирую, что я хожу на тренировки, занимаюсь по 3-4 раза в неделю. Они все меня только хвалят. Все говорят, что правильно так и делать. То есть нет вообще сопоставимости тренировок, физических нагрузок и длины шейки матки. То есть они вообще этим не озадачиваются. Напомню, если вы забыли, либо кто не смотрел мои видео, из России, возвращаясь из России, мне сказали, что у меня короткая шейка матки, 28 миллиметров для того срока, и хотели мне поставить писарь. И сказали, будь аккуратна с передвижениями, с перелетами. И что вообще, зачем ты себе такое придумала, что беременность тут, беременность там. Зачем ты вообще прилетела, сейчас уже такой срок, поздний срок. Это было 24 недели, что ты сейчас полетишь обратно в Испанию с тремя пересадками. Сколько-то там часов полета. Ну, в общем, вот так вот. Разные страны, разные менталитеты, разные врачи, разные подходы. Это не есть ни плохо, ни хорошо. Это просто я вас хочу ознакомить с разницей взглядов и ведения беременности. Хотя в Испании это не только с беременностью связано. В Испании, в принципе, все так лечат. То есть здесь очень все просто, очень все спокойно, без напряжения, без лишнего стресса. Все плавно. Вот когда уже заболит, заболит. Либо когда уже будешь умирать, тогда и приходи. Ну вот, девчат, в принципе, это вот то, что я вам хотела рассказать по УЗИ. Да, кстати, они мне дали направление на следующий раз через две недели. И плюс, наконец-то, в первый раз за всю мою беременность мне дали направление к гинекологу по социальной страховке. Я до сих пор не была у гинеколога, повторюсь вам. И это будет первый визит к гинекологу. Потому что те анализы, которые я сдала уже месяц назад, у меня до сих пор их никто не смотрел, никто меня не консультировал. Я, в принципе, сама проверила. Все вроде плюс-минус в режиме, в порядке нормы. Поэтому ничего такого страшного. Но хотелось бы, чтобы, конечно, профессионал это посмотрел и прокомментировал. Насчет моих болячек, которые у меня то приходят, то уходят. У меня до сих пор продолжается нечувствительность пупка. Вот то, что я вам говорила. Зона животика, серединная зона живота и пупок. Никто мне объяснить не может. Я пока ни у кого и не была. Я спрашивала в группах у девчонок. Вот у этой Матроны, у посредника между гинекологом и пациентом. Никто это сказать ничего не может. Все говорят, консультируйся с гинекологом. Поэтому не знаю. Те, кто не видел мое прошлое видео и видит это сейчас, расскажите, было ли у вас такое. То есть я прям нажимаю на пупок, и я его не чувствую. И вот область вокруг пупка, она у меня как будто бы, знаете, после ожога. И вот тоже нечувствительна. Насчет того, что у меня сводила вот эти три пальца руки, плюс правая кисть. У меня, кстати, начало это потихоньку проходить. Одна из подружек мне порекомендовала кушать киви. Да, больше киви. Она живет в Андорре, эта подружка. И ей посоветовал врач. И, в общем, я налегла на киви. Кто следит за мной в Инстаграме, знаете, что я каждый день выжимаю свежевыжатые соки, делаю смузи. И вот сейчас я просто кладу побольше киви и также банан. Ну, во-первых, это насыщает, во-вторых, полезно. Ну, и вот я услышала, что киви, это как-то помогает от сведения рук. И поэтому я налегла на него. Вроде бы сейчас потихоньку отходит и как-то становится менее заметно и менее болезненно. В основном, в принципе, все то же самое. Я продолжаю ходить на тренировки, на занятия. Хожу от трех до четырех раз в неделю. Два раза в неделю у меня бассейн. Аква-аэробика. Я просто кайфую, я просто обожаю эти тренировки. Ну, и остальные две тренировки. Я хожу либо на пилатес, либо у нас есть такая тренировка, которая называется 5P. Это на таких брусках, и там ты как бы балансируешь. И там же делаем тренировки прямо вот на этих брусочках. Там ты стоишь, и там разные приседания, перекидывание мячей. В общем, очень интересно. Ну, либо вот в другой центр, про который я вам тоже уже говорила. По-моему, в сторис я об этом рассказывала, что я не очень люблю туда ходить. Девчат, привет! Иду на тренировку без особого энтузиазма, потому что это школа, куда я хожу по средам, по средам в пять вечера. Нас там мало, у нас там мини-группы, по три-четыре, иногда четыре человека. Все одни и те же. Что-то мне там скучно. Не люблю. Но иду, потому что это у мужа, у друга, жена. Она врач-реабилитолог. Вроде все так серьезно, и он тоже врач. Ну, в общем, иду. Вроде как доверие есть, и все серьезно. В общем, иду. Она девчонка сама, еще раз повторюсь, реабилитолог. Занимается с людьми после аварии. Вот предбеременная подготовка, постбеременная подготовка. Но сама атмосфера, знаете, вот прям, ну, не мое немножко. Я люблю как-то другой немного круг общения. Более такой теплый, более легкий. И, не знаю, более активный, что ли. Потому что там мы делаем каждую неделю у нас одни и те же тренировки. Вот прям круговая тренировка, и это одни и те же упражнения. Поэтому это немножко наскучивает. Но главное, чтобы было все во благо. Помощь родам и к здоровью малышкам. Ну, вот, в принципе, все, девчат. Вкратце о моих 29-30 недельке. Естественно, потихоньку я начинаю скупать детские магазины. Начинаю потихонечку затариваться. Буквально недавно прикупила, во-первых, банданы. Во-вторых, слюнявчики. Девчат, мы купила, в принципе, как бы по мелочи. Но нужная мелочь. Это вот сосушки вот эти, да? Хотя мне тут друг один недавно подарил. Но мне вот эти тоже понравились. Думаю, пока одни стираю. Купила, естественно же, одинаковые все. Так, затем... Вот такие... Как их называют-то? Банданы. Если честно, я вообще не поняла, зачем они. Ну, это как слюнявчики, да? Так, это моя штука. И вот такие еще слюнявчики. Второй пары такой не было, поэтому забрала то, что было. Вот, то есть, знаете, по мелочи до сих пор... До сих пор много вещей, которые у нас... Которых у нас нет. У нас нет ни пустышек, ни бутылочек, ни... Ни вот этой марлечки, которую, знаете, кладу для пеленания, еще что-то там. В общем, куча мелочей, которые у нас еще нет. И вы помните о моем предстоящем ремонте. Мы как раз, наконец-то, начали этот движ. Поэтому надеюсь, что месяц, как минимум, у нас еще есть, чтобы все докупить, доделать ремонт и устроить встречу, полагающую встречу с нашими малышками. Ну, а сегодня, девчат, я с вами прощаюсь. Прощаюсь ненадолго до следующего видео. Кстати, следите за моими видео «Все об ЭКО». Я начала отдельную ветку, поэтому там я постепенно буду рассказывать о своем пути, как мы к этому пришли, какой диагноз мне поставили, какие внутренние операции, либо обследования были. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить эти видео. Не забывайте рассказывать свои истории. Заходите на мой инстаграм, там вы увидите мой ежедневный отчет о нашей беременности. Ну и будем на связи. Всем пока, всем адьёс, всем удачного дня. Чао.